Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, это формат 71 на радио Вести ФМ Тула. Приветствуем всех, кто настроился на 109 ФМ. В студии Алексей Соколов и Илья Русакова за звукорежиссёрским пультом. А про здоровье мы сегодня будем говорить, про жизнь без боли, про артероскопическую хирургию крупных суставов или, в общем-то, да, малотравматичный метод лечения патологии травм суставов. Будем говорить о том, что это такое вообще, стоит ли это делать, исчезнет ли боль после этой терапии, можно ли будет заниматься спортом. И в гостях у нас сегодня заведующий травматолога ортопедическим центром, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра, консультант Михаил Алексеевич Шилкин. Здравствуйте. Здравствуйте. И заведующий отделением учебой диагностики, врач-рентгенолог высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра, консультант Анатолий Алексеевич Степанов. Тоже здравствуйте. Здравствуйте. Ну и да, мы сегодня работаем в прямом эфире, всех, кого интересует эта тема, есть что сказать, есть что спросить, мы приветствуем по телефону прямого эфира 56 90 50, код Тулу 48 72, если звоните из области, и номер для ваших сообщений 8 9 100 7 7 3 7 7 3. Ну, начать, наверное, стоит с того, а что это такое, да, особенно вот люди, которые, слава богу, с этим еще не сталкивались, надеюсь, не столкнутся, но все равно знать нужно, артероскопическая хирургия крупных суставов, коленного и плечевого конкретно. Артероскопический метод лечения – это вид малоинвазивного, то есть нетравматичного оперативного вмешательства, когда цели оперативного лечения достигаются без выполнения больших каких-либо разрезов через мини-доступы с помощью специального оборудования. Это артероскоп и видеокомплекс, ну, грубо говоря, маленькая миниатюрная видеокамера, и специальные инструменты, которые помещаются внутрь, в полость сустава, и под контролем зрения через видеокамеру, мы осуществляем необходимый объем оперативного вмешательства. Ну, стоит еще, во-первых, сказать, а вообще при каких ситуациях вообще такая терапия нужна, да, то есть когда ее следует делать, с какими травмами мы сейчас имеем дело? На сегодняшний день артероскопический метод лечения нашел широкое применение и является уже золотым стандартом лечения всех повреждений крупных суставов, такие как плечевые, локтевые, коленные, голеностопные, тазобедренный сустав, то есть масса повреждений и заболеваний лечится артероскопически на сегодняшний день. Ну, если вот говорить конкретно, да, то есть вот человек, предположим, он же не может себе условно поставить диагноз, он может судить по каким-то вот случаям, да, в жизни, вот если брать какой-нибудь бытовой, да, случай, упал с велосипеда, например, или что, то есть вот в каких случаях применяется эта терапия? Ну, самое простое и самое распространенное, какое-то резкое неловкое движение в ноге или присел на корточке внезапно, раз что-то резко-то щелкнуло, заклинило, заболел коленный сустав, нога не разгибается, повреждениями низко. На сегодняшний день решается артероскопическим путем совершенно спокойно. Или если возьмем спортсмен, какое-нибудь катание на сноуборде, резкое торможение с ротацией ноги или хоккей, или там, ну, масса любых физических активностей, повреждения, разрыв внутренних структур коленного сустава, рвутся мениски, рвутся связки, отслаивается хрящ. Так вот, на сегодняшний день, если говорим о коленном суставе, лечится в основном артероскопическим методом лечения. До этого как лечилось, да, то есть, новая ли эта технология, я, может быть, в этом плане счастливый человек, который не сталкивался, надеюсь, не столкнусь, но вот знать бы, насколько эта технология инновационная или что до этого было. Ну, вот раз уж заговорили о коленном суставе, проще всего, наверное, на нем приводить примеры, но вот возьмем разрыв мениска, да, такая же ситуация, абсолютно аналогичная. Так вот, раньше, чтобы добраться внутрь до сустава, до этого мениска и что-то с ним сделать, я уж не говорю там его вылечить, да, а хотя бы найти его и резицировать, приходилось сделать разрез на коленном суставе до 10, 12, 15 сантиметров, то есть, полностью открыть и вывернуть наизнанку сустав, найти этот мениск и грубым способом каким-то его оттуда вычленить. И результат был таков, что как бы в ближайшей перспективе пациенту, может быть, становилось легче и сустав заживал долго, длительно, ну, представляете, какая травматизация и рана, насколько долго заживала, то в долгосрочной перспективе через 15 лет 100% сустав приходил в негодность, прогрессировал деформирующий артроз до полного разрушения с последующим эндопротезированием. Так вот, современные методы лечения в виде ортоскопического вмешательства позволяют полностью устранить все эти риски, потому что мы воздействуем только на цель нашего повреждения, только на мениске, ничего больше не трогаем, соответственно, реакции сустава нет, реакции организма нет, быстрое заживление, быстрое восстановление, ну, и все вытекающие отсюда преимущества. Как это вот возможно вообще? То есть, вот, опять же, я с технологией не знаком, сложно представить, вот вы говорили про камеру, про то, как она туда как-то проникает, то есть, как это вообще происходит? Ну, представим себе коленный сустав, положение согнутое, то есть, он лежит в специальной упорочке, нога зафиксирована, делаются два прокола спереди сустава, именно два прокола, и по факту там разрезов как таковых и нет. С помощью специального тракара вводится тубус, грубо говоря, трубочка, диаметр у нее в среднем 4,5 мм, и в него вставляется уже видеокамера, которая соединена с монитором, и полностью изображение, которое мы получаем, выводит на большой монитор уже непосредственно в операционный. Там специальная подсветка есть, все освещается, мы видим все закоулки сустава, то есть, абсолютно можем заглянуть в любые места, при этом ничего не трогается. Так вот, через второй прокол мы вставляем необходимый нам инструмент, ну, например, если мы работаем на мениске и делаем частичную краевую резекцию, то есть, удаляем часть поврежденного мениска, чтобы он не мешал при движениях, мы воздействуем этим выкусывателем только на поврежденный мениск и больше ничего не трогаем. При этом контроль, который осуществляется нашего воздействия, он абсолютно четкий, миниатюрный, камера это дает еще увеличение в 4,5 раза, поэтому визуализация потрясающая. Это вообще космическая технология на сегодняшний день, если сравнивать ее с тем, что мы имели, скажем так, в эре до ортроскопического лечения. Ну, в принципе, уже очевидное преимущество именно этой терапии, но тем не менее, проговорить, как минимум не нужно вскрывать. Ну да, если подытоживая, то нет разрезов кожи, выраженный косметический эффект, то есть, никаких разрезов нет, не повреждается внутренняя оболочка сустава, синавиальная оболочка, которая вообще управляет всем суставом, всей жизнью, продуцирует жидкость, смазывает и прочее. Не нарушается так называемая проприорецепция, это когда через нервные кончания, которые сконцентрированы, синавиальные оболочки сигнала подаются в головной мозг о пространственном положении сустава, то есть, это ничего не повреждается. То есть, там есть, да, вот какая-то такая система, которая чем-то чреват. Еще бы, там целая система лампочек, чеков и прочее, и пациенты говорят, многие жалуются, не то, что там у них болит, а то, что у них постоянно мысль в голове о том, что с ногой что-то не в порядке. Вот она, проприорецепция работает. Кроме того, она отвечает еще за пространственное положение суставов, то есть, она заставляет обратной своей связью резко напрягаться мышцы, защищая нас при падении, тормозя и прочее. Если проприорецепция ломает, не работает, человек очень легко получает последующие травмы, когда защита мышц не срабатывает. Так что, это очень важная вещь. Также, во время ортоскопического вмешательства мы воздействуем только на предмет нашего интереса, как я уже сказал, например, мениска. Мы можем заглянуть во все закоулки сустава, то есть, сзади, спереди, и полностью при этом травматизации нет никакой. Ну и, учитывая эти перечисленные преимущества, нет боли, потому что мы ничего не трогаем. Вопрос, может быть, наверное, он скорее такой технической, может быть, стороне, но вообще, как стала возможна такая операция? Что произошло в технологиях? Если мы вот так вот поговорим, то есть, камера, да, как я понимаю, там же какой-то очень сложный прибор, который это все осматривает. Насколько большой вообще прорыв произошел во всех этих технологиях? Прорыв очень большой, сам ортоскоп, как видеокамера, это целая сеть, не сеть, а, скажем так, вот в этой трубочке сосредоточено большое количество линз, фокусирующих и увеличивающих изображение. Там же проходит и осветительное волокно и прочее. Все это вот развивалось постепенно, когда наука стремилась создать малоинвазивное, скажем так, безопасное осмотр каких-то суставов. Но все начиналось, наверное, с урологии больше. То есть, это уже потом распространилось везде повсеместно. Вот, собственно говоря, и все. То есть, это постепенно-постепенно развитие науки, техники. Есть потребность в малоинвазивной хирургии, и постепенно мы дошли до того, что это стало возможным. Ну, просто такой вот вопрос тогда из этого следующий. Эта терапия, она заменяет какие-то альтернативы, которые сейчас существуют именно по лечению суставов? То есть, вот, или есть какие-то ситуации, когда, например, какие-то старые, может быть, способы воздействовать на эту травму, они сохраняются. Ну, то есть, я знаете, из каких-то таких, может быть, даже материальных мыслей, я неправильно сказал. То есть, есть, условно говоря, дешевая терапия, которая, может быть, нужна тогда, когда нет серьезного повреждения, а есть вот, когда нужна уже операция. В принципе, это, знаете, вопрос, наверное, к показаниям. То есть, при каких показаниях вообще нужна такая операция? Ну, да, они строго должны быть обоснованными. Это же не операция ради операции, а четко обоснованная вещь, когда мы идем на оперативное лечение, четко понимая цели и задачи, которые мы должны выполнить. Тут, знаете, вот я вот сейчас пытаюсь перефразировать, тема, конечно, мне достаточно сложная. Вот есть, условно говоря, ушиб, а есть перелом, ну, например, да, это тоже повреждение, предположим, там, на одном и том же месте оно происходит. Но это два разных по серьезности, две разные по серьезности травмы, и при одних одно противопоказание, ну, как показание, наоборот, да, что при одной травме делается, при другой – другое. То есть, и кажется, что чем сложнее травма, тем сложнее терапия. И вот поэтому я вот как-то предположил, что вот эта вот новая технология, она применяется при более каких-то сложных, может быть, повреждениях. Нет, отнюдь. Повреждения могут быть и несложные. Хотя что понимать под сложными повреждениями? Любое повреждение, которое можно вылечить только оперативным путем, оно лечится только оперативным путем. А уже чем мы достигаем, какими способами, определяется непосредственно от ситуации. И на сегодняшний день вот именно артероскопические вмешательства, ну, это 99 вообще процентов всех вмешательств на суставах, остаются открыто, лечатся только, наверное, серьезные какие-то костные переломы, когда нужен большой широкий доступ, чтобы это все фиксировать. И по-другому просто никак не сделать. Но там, где мы можем добраться с помощью артероскопа и инструментария, все вопросы решаются скопически. Оперативный путь – это вот именно вот когда нужно резкое вмешательство, это не просто вот тебе лекарство, лежи и долгое время восстанавливайся, это нужно вот когда что-то… Безусловно, да, что мы стремимся изначально… Какая самая лучшая операция, которую не сделали, естественно. Поэтому там, где есть возможность помочь консервативно, естественно, пробуем и не пробуем, а ставим показания к консервативному лечению. Но там, где есть понимание, что кроме как оперативный путь, здесь в других вариантов осуществить оптимальную лечебную деятельность невозможно, значит, ставятся показания к оперативному лечению. У нас есть первый звонок, я напомню, да, мы в прямом эфире говорим, сегодня разговариваем, да, 569050 – это телефон прямого эфира, 4872, если звоните из области, код Тулы, примем телефонный звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я подергаю разные провода, которые, как мне кажется, за это все отвечают. Еще раз, здравствуйте. Да-да-да, вот теперь мы вас слышим, здравствуйте. Здравствуйте, от Весногорск вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот киста Бейкера, вот у меня правый коленный сустав, можно вот таким способом как-то сделать так, чтобы этой кисты не было, какую-то операцию на ней? Очень беспокоит ведь. Хороший вопрос, спасибо за него. Спасибо, да. Если нужны какие-то, ну, я уже, скажем так, прервал телефонный звонок, если нужны какие-то дополнительные вопросы нашим слушателям, вы сразу задавайте, потому что вот иногда у меня рефлекс срабатывает, я спрашиваю вопрос, потом завершаю, скажем так. Ну, в данном случае вопрос предельно ясный, его часто за пациента задают. Существуют методы лечения кисты Бейкера артероскопическим способом, и здесь, собственно говоря, хитрого ничего нету. Там и расширяются ворота этой кисты, она санируется, выпускается. Но всем пациентам говорю о том, что киста Бейкера сама по себе не является отдельным заболеванием. Киста Бейкера – это маркер того, что внутри самого коленного сустава имеется повреждение внутренних структур. И чаще всего киста Бейкера провоцируется горизонтальным разрывом заднего рога внутреннего мениска. То есть, сначала поврежден мениск, он является механизмом, который провоцирует образование кисты Бейкера. И решать вопрос нужно не с кистой Бейкера, а решать вопрос нужно с повреждением заднего рога внутреннего мениска. И когда мы с ним наведем порядок, киста Бейкера самостоятельно уходит, уходят жалобы, и постихонечку функция сустава восстанавливается. И если уж так случилось, что разобравшись с мениском, мы видим, что беспокоит и сама киста Бейкера, тогда и решаем вопросы с ней. Но, как правило, этого не требуется. Если ее как-то кратко можно объяснить, что это такое, я понимаю, что все заболевания... Киста Бейкера – это, скажем так, жидкостное образование внутри, под коленом, сзади коленного сустава по задней поверхности, которое, скажем так, мешочек ограниченной жидкости, которое сама по себе ничем не мешает. В крайних случаях, если у нее уж совсем большие, огромные размеры, она начинает сдавливать окружающие ткани, и тогда появляется симптоматика со стороны кисты Бейкера. Но еще раз повторюсь, что киста Бейкера – это всегда следствие повреждения внутренних структур самого коленного сустава. Признаки его хронического раздражения и синовита. То есть, постоянно провоцируются там жидкости. Сразу у нас следующий телефонный звонок. Я напомню, что у нас еще есть номер для ваших сообщений. 8-9-100-77-3-77-3. Пока примем телефонный звонок. 56-90-50. Здравствуйте. Игорь Андреевич. Здравствуйте. Скажите, кроме лечебного центра консультантов, другие учреждения больницы города Тулы, где лечат суставы, связаны с лечением суставов, они пользуются этим методом? Или только в вашем центре это происходит? Спасибо. Спасибо за вопрос ваш. Естественно, что на сегодняшний день ортоскопический метод лечения довольно распространен. Если мы говорим за город Тулы, то здесь, по крайней мере, насколько я знаю, лечением данных ортоскопии коленного сустава проводит 1-я областная больница, 2-я областная больница на Тимирязево, 11-я городская больница, пролетарский район. И менее, скажем так, большой объем, потому что они все-таки ориентированы на экстренную травму, это БСМП имени Иваныкина. Так что можно сказать, что это не эксклюзив. Если из других лечебных учреждений выполняется ортоскопическое вмешательство также в железнодорожной больнице, ну, наверное, пока и все. Больше на ум пока ничего не приходит. Может быть, я ошибаюсь немножко. Подготовка, собственно, к этой операции, да, что она в себя включает? Разумеется, что любое оперативное вмешательство начинается с первичного осмотра пациента, ну, и согласно клиническим рекомендациям, по которым мы работаем, в центре стандарта перечень диагностических манипуляций входит оценка жалоб пациента, сбор анамнеза, то есть, что, когда, чего произошло, то есть, что клинический осмотр с проведением тестирования функции пострадавшей обязательно в сравнении здоровой конечности, определение источника боли, то есть, грубо говоря, мы проводим мини-расследование, опрашивая, осматривая, и, как правило, хороший врач-клиницист уже на 80-90% знает, что мы имеем с пациентом, какое у него повреждение, и что нам нужно делать дальше. Ну, а дальше выставляем предварительный диагноз, и уже включаются в работу инструментальные методы обследования, такие, как рентгенография поврежденного сегмента, конечности УЗИ, МРТ, которые подтверждают наши предположения по клинической картине, дают также окончательный клинический диагноз, и уже, исходя из этого, мы определяемся, что же делать нам с этим повреждением, если есть показания к оперативному лечению, они выставляются, мы понимаем, какие цели мы должны достичь, и работаем уже по этим целям. Бывает ли именно в этом диагностировании какие-то шанс ошибки? Или просто очень многие вмешательства уже, они именно когда под кожу уже начинается вмешательство непосредственно, оно многими воспринимается, во-первых, как в самой крайности. И вот, предположим, приходит человек, жалуется на что-то, ему говорят, вот у вас вот то-то, то-то, ну, и есть люди, которые не доверяют, ну, предположим, это, конечно, тоже отдельный случай, да, когда люди не доверяют показаниям приборов и каким-то диагнозам, которые специалист уже озвучивает. Вот вероятность ошибки тут бывает или все-таки нет? Ну, по мере роста опыта врача, по мере развития инструментальных методов обследований, таких, в частности, как МРТ-обследования, вероятность ошибки практически нулевая, минимально. Если, например, когда начиналось все это дело, и артероскопическая хирургия развивалась, очень широко была распространена операция такая, как диагностическая артероскопия коленного сустава. Когда мы еще толком не знали, с чем мы имеем дело, мы чувствуем, что имеется повреждение какое-то внутри сустава, но найти и опознать его не получалось, инструментальные методы обследования, и широко шли понятия диагностической артероскопии. Делали прокол, заходили камеры, когда уже своими глазами все посмотрим, тогда понимаем, с чем мы имеем дело. То сейчас, я уже не помню, когда я делал в последний раз диагностическую артероскопию, я иду уже четко, зная, что я буду делать, как я буду делать, и сомнений в этом никаких нет, и сюрпризов как таковых не находится. Я просто спросил, исходя из того, что если раньше эта операция была настолько трудозатратная, то есть, когда вы говорили, как это лечилось раньше, от точного диагноза зависело очень многое. Понятное дело, что это все, скажем так, не одним годом наработанная практика, и понятное дело, что люди, которые этим занимаются, не специалисты, просто складывается впечатление, что если есть ошибка, и вдруг, а там не то, что предполагали, условно говоря, а тут такая сложная операция. То есть, я исходя из этого спрашивал, но если такая малая вероятность того, что есть ошибка, ну, мало ли, это один из тех страхов, которые я иногда слышу у моих знакомых, которые тоже повреждали что-то, они шли на какие-то операции, не всегда можно человеку убедить. Ну, я скажу так, что в любом случае, когда мы идем на оперативное лечение, чего-либо, неважно чего-либо, мы должны быть готовы сработать с любыми сюрпризами, которые мы там находим, и отреагировать должным образом. То есть, в голове должен быть запас действий на все случаи жизни, и мы идем просто подготовленным. Да, может быть, там что-то нашли, того, чего не видели, ну, и что, сразу срабатываем, среагируем должным образом и устраняем те повреждения, которые мы находим. То есть, мы, как правило, к этому уже готовы на все развитие событий. Да, напомню, мы в прямом эфире сегодня работаем, говорим про артероскопическую хирургию крупных суставов. У нас сегодня в гостях Михаил Алексеевич Шилкин и Анатолий Алексеевич Степанов, клиника-консультант. Будем, да, принимаем мы телефонные звонки по, собственно, телефонному номеру 569050 и номер левших сообщений 8 9 100 773 773. Ну, собственно, про диагностику хотелось бы поговорить. Да. Возвращаясь к предыдущему вопросу, медицина – это стандартизированная вещь, и как раз развитие лучевых метод диагностики в том числе и нужна, чтобы было четкое понятие, как мы двигаемся на развилках. Начиная с банального рентгена, уже становится понятно, есть ли костная патология, например, да. МРТ уже служит для оценки мягко-тканных структур. Конкретно в суставах, если коленные, то это менистки, связочный аппарат, ну, как в любом суставе, собственно. И, имея эти данные, и имея возможность взаимодействовать с лечащим врачом, который четко нам ставит задачу, я подозреваю разрыв того же самого мениска. Мы можем подтвердить это или опровергнуть. И, значит, что-то еще повреждено. Собственно говоря, так и рождается истина. Для этого мы и нужны для клинического врача. В современной медицине часто мы вынуждены еще и комбинировать эти исследования. К сожалению, невозможно сделать что-то одно и быть уверенным, что этого достаточно. Чаще всего путь пациента выглядит именно так. Классическая рентгенография и МРТ. Возможно, не рентгенография, а компьютерная томография. Для этих ситуаций у нас в центре разработаны специальные комплексы обследований. Например, для плечевого сустава, когда комбинируется компьютерная томография с МРТ. Что у нас еще подобное есть? Есть специальные протоколы для рентгенологических исследований, для эндопротезирования. То есть, мы стараемся гибко подходить к запросам наших клинических врачей и выполняем обследования, которые необходимы конкретному пациенту. Иногда приходится поспорить в клиницисту с врачу-рентгенологом, чтобы найти истину. В каких ситуациях все-таки этот спор возникает? В спорных ситуациях. Когда клинициста видит одну ситуацию, ему кажется, что клиническая картина одна, а врач-рентгенолог видит другую. И приходится все это комбинировать и искать правду. А правда находится уже насколько глубоко? Это все-таки видно на приборах или приходится как-то... Все вместе. Иногда можно прицельно досмотреть какую-то область на том же МРТ. Можно посмотреть в динамике через пару месяцев. Через какое-то время. Да, и тогда чаще всего вопрос решается. У нас есть следующий дозвонившийся. Я напомню, 569050, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а ваш метод, вот, самая распространенная, болезненная, травмоопасная, это шейка бедра, переломы, воспаления. Вот этот метод как-то применяется или, может быть, еще какой-то другой, есть другие, более современные методы, чтобы помочь при этих заболеваниях? Спасибо. Спасибо за вопрос. На сегодняшний день, к сожалению, перелом шейки бедра – это все-таки большое костное повреждение, когда повреждается именно бедренная кость, и артероскопически восстановить ее не существует методик, только открытое устранение повреждения. И здесь либо выполнение остеосинтеза, то есть скрепление этого перелома с помощью различных металлофиксаторов, но смысл остеосинтеза, как правило, есть в течение первых двух-трех суток с момента получения перелома. Если это более поздние сроки, то здесь вопрос решить можно только эндопротезированием тазобедренного сустава, то есть это открытая операция направлена на замещение зоны повреждения искусственным эндопротезом, что также позволяет быстро пациентов вернуть к жизни и активизировать их. Тут, как я понимаю, все-таки… Да, вот мы, прежде всего, говорим сейчас о коленных суставах и плечевых. Да, чаще всего. Шейка бедра – это достаточно сложная в этом плане. Там повреждения вообще другого рода, ведь, получается? Ну, там перелом. Там настоящий большой перелом, несущий конструкции, на которые мы ходим. Артероскопия тазобедренного сустава тоже применяется, она набирает потихонечку обороты, но широкого применения, прям, чтобы это было рутинное вмешательство, пока еще не нашло, в связи с тем, что это очень глубоко расположенный сустав, большой массив тканей, клетчатки, чтобы добраться до него. Ну, и не настолько широк объем показаний к данному виду вмешательства, то есть небольшой объем патологий пока, которые мы можем вылечить артероскопически. Но касаемо шейки бедра, это только открытые методики, это только открытая операция. Следующий телефонный звонок примем, 569050. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да-да, здравствуйте, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, а таким методом поврежденная связка локтевого сустава лечится, нет? Если это травматический отрыв у спортсмена, то, как правило, существуют методики рефиксации поврежденной локтевой связки артероскопически, но если это не спортсмен или застарелое повреждение, то здесь лучше пойти открыто, потому что сама связка, она располагается сразу под кожей, и внутрь сустава мы практически не попадаем. Там вся работа проводится над суставом, то есть синвяльная оболочка, внутренняя оболочка сустава при этом не вскрывается. Поэтому здесь в основном развиты открытые методики. Ну, где-то более двух месяцев травма и около трёх, и до сих пор боль. Ну, я думаю, что здесь, если... Хорошо, спасибо, да, спасибо. Я думаю, что здесь, может быть, и не связано с разрывом связки. Разрыв связки, который нужно оперировать, это в основном нестабильность локтевого сустава. То есть, когда рука не может нести опору, постоянно подворачивается, то есть нет стабильности, тогда выставляются показания к оперативному лечению. Возможно, здесь будет достаточно усилить методы консервативного лечения, вплоть до специальных лечебных инъекций, блокад. То есть, здесь в каждом конкретном случае надо разбираться конкретно с пациентом. Возможно и с нашей помощью. Да, невозможно, а обязательно с вашей помощью, потому что, кроме как с МРТ, мы не сможем разобраться, в каком состоянии связка, в каком состоянии места её прикрепления к кости, в каком состоянии сам локтевой сустав. В данном случае без МРТ мы вообще никуда. Два месяца болевые ощущения – это, в принципе, для травм таких... Ну, я так подозреваю, что тут возраст, наверное, накладывается. Это нормально или... Ну, то есть, я понимаю, что очень многие, наверное, бьют тревогу. Долго слишком заживает, например. Что-то не так. Ну, надеюсь, что всё так. Менталитет русского человека – не приходить к врачу сразу после получения травмы, если можно передвигаться и кое-как существовать, а приходить тогда, когда уже есть понимание, что больше вариантов нет никаких. Ну, соглашусь, а с другой стороны, понимаете, то есть, как самого себя продиагностировать сложно, а есть ещё вот это... Соседка сказал. Ну, или, знаете, вот у них сложные эти самые приборы, что я со своим синяком им тут буду приходить, они на этом в космос летают буквально, условно говоря. Я, конечно, шучу, но тем не менее. Просто многие, во-первых, уже какие-то травмы... Ну, вот банально я там катался, упал, думаю, ну, ушиб, да. Потом, значит, болит, болит, опухло, и пошёл только потом в травматологию, потому что сначала думал, что просто какой-то там синяк и так далее. Потом оказалось, что да, там... Ну, слава богу, всё обошлось, всё нормально, шины там поставили, всё было хорошо. Я могу сказать так, что средний срок обращения пациента с ортопедическим заболеванием или же с последствием травмы какой-то, да, ну, не меньше трёх месяцев с момента получения повреждения, когда уже допекло. А сколько бы мы проблем могли бы решить консервативно, вообще без операций, без всяких, обратись пациент сразу в момент получения повреждения, выполнив адекватно обследование, поставив адекватный диагноз, и многие вопросы были бы решены вообще без всяких вмешательств. Потому что наш организм – это такая штуковина, которая может решать массу вопросов, достаточно создать условия правильные для решения этих вопросов. И операции тогда никаких не требуется. Но мы немножко по-другому устроены. Если человек пришёл на КТ или МРТ, какие критерии для направления к специалисту ортопеду? – Достаточно широкий круг патологии может выявить, что КТ, что МРТ. Но стоит заострить на это внимание, что даже если вы получили в заключении фразу «патология не выявлена», это не значит, что надо не идти к врачу клиническому, потому что, возможно, вы начали, например, не с того метода. Мы всегда рекомендуем обсуждать результаты исследований с… Ну, в данной ситуации мы про травматологический приём ведём речь с соответствующим специалистом, врачом-травматологом. Если нет перелома, это не значит, что что-то не оторвалось. И наоборот, на МРТ перелом иногда можно не увидеть. Это вполне возможно. И как раз в этой ситуации, когда что-то вроде и есть, а написали норму, и, может быть, я не пойду, нет, стоит обратиться. – То есть, как в любом случае, лучше порасспрашивать специалисты? – Конечно, потому что клинический врач – это тот, кто, назовём его, поводырь в вашей ситуации, который доведёт вас до какой-либо финальной точки. Не обязательно оперативный, возможно, тоже наклеит пластырь. Но это будет лучше, чем сидеть и думать, что же у меня там всё-таки такое. – Когда я звонила одной из наших слушательниц, вы уточнили про спортсмены. Почему это важно? То есть, есть какая-то разница связки у кого как развиты или нет? Потому что вы как-то на этом остановились. Я решил, что, может быть, из-за того, что есть люди, которые постоянно развивают мускулатуру, у них там как-то это всё по-другому становится. – Да нет, все мы устроены одинаково. Но спортсмен, особенно профессиональный спортсмен, я имею в виду профессиональные спортсмены, у которых вся жизнь завязана на спортивной деятельности, контракты и прочее, прочее. Это его профессия, он за это получает зарплату. Так вот, сроки реабилитации, сроки восстановления, реконструкции и прочее, там несколько делается по-другому, чтобы обеспечить наиболее быстрый выход к спортивной деятельности. Может быть, там делается, скажем так, как бы назвать-то это, может быть, мы не гоняемся за полным восстановлением функции органа, который был повреждён, но гоняемся за скоростью его возврат к спортивной деятельности. А если мы говорим за обычного пациента, то там всё гораздо спокойнее, у нас никакие сроки не жмут, там гораздо спокойнее можно действовать. То есть, и более безопасно, более мягко привести пациента к выздоровлению. Вот и вся разница. А устроены-то мы все одинаково. Не опасно это. То есть, то, что быстрее для спортсмена нужно восстановиться, меньше времени он проводит. Ну, понятное дело, что это зачастую, наверное, выбор каждого. Просто здесь вот как-то вот… Особенно, знаете, когда читаешь там статьи о том, что, как правило, повреждения какие-то серьёзные, которые испытывают спортсмены, они чаще всего означают то, что он будет ограничен в каких-то там определённых… в какой-то определённой деятельности. Есть травмы, которые вот буквально крест на карьере многих ставят. То есть, вот в данном случае опасна ли вот такая быстрая терапия? – Спортсмены, которые ставят нам задачу, говорят так. Вы нам сейчас почините, чтобы я мог выйти на поле и доиграть свой контракт. А уже потом, когда всё закончится, я буду разбираться со своим здоровьем. Чего там, как там и так далее. Соответственно, по этим задачам мы и должны работать. – Самоотверженно. – Да, а так, к сожалению, происходит. – Больно ли это? То есть, сама вот эта операция, я напомню, артероскопию мы сегодня говорим. Я рассказывал о преимуществах артероскопического вмешательства, о том, что не повреждается синвяльная оболочка, всё делается через проколы. Соответственно, и ожиданий болевого синдрома, как правило, нет. Есть определённый ряд пациентов, которые просыпаются после наркоза и с удивлением спрашивают, а вы что-нибудь не делали вообще? – Когда начнём, да. – Когда начнём, да. А когда уже там такая реконструкция, мы там всё шили, перешили, восстановили сухожилия, связки и прочее, они не понимают этого, что там был внесён, две дырки на коленке сделали, и всё, и говорят, что всё хорошо. На самом деле, объём работы несколько часов там был потрачен, и сделаны масса вещей, которые потом восстанавливают коленный сустав или плечевой, неважно. Так что, как правило, болевого синдрома, выраженного или какого-то там неприятного, не бывает, потому что всё это очень малоинвазивно. Как правило, даже обычных обезболивающих, что-то вроде кетонала, хватает, чтобы снять боли после операции. Ну, естественно, есть индивидуальность, у каждого пациента всё по-разному, но я говорю за среднее значение. – Ну, вопрос, да, раз уж про спорт немного говорили, то есть, насколько это потом отпечаток какой-то накладывает. Когда можно бегать, прыгать и так далее. И есть ли какие-то определённые, может быть, ограничения. То есть, первое время вообще вот это не делай совсем, например. – Всё зависит от того, какой объём вмешательства мы выполняем в данный момент времени, какие были поставлены цели и задачи оперативного лечения. Ну, по примерам, так скажу, то есть, раз уж говорим о коленных, плечевых суставах. Например, если мы делаем краевую резекцию мениска, то есть, убираем только разорванную часть мениска, и в остальном сустав интактивный, он не повреждён. То есть, была травма, которая разорвала этот мениск. То, в принципе, ходить, наступать на ногу можно сразу после оперативного вмешательства. Через 10 дней, когда мы снимаем швы, ранки заживают, пациент возвращается к обычной той жизни, которую он вёл до момента оперативного вмешательства. Через 4 недели, через месяц разрешена спортивная деятельность без ограничений. Если мы делаем больше объёма, например, тот же шов мениска, и сохраняем этот мениск, ну, или плюсом восстанавливаем переднюю крестообразную связку, то есть, уже реконструкция сустава идёт, там требуется время, чтобы все наши изменения могли прирасти, могли зажить, могли восстановиться. Там уже идёт и мобилизация какими-то внешними устройствами, тутором, гипсом, брейсом и так далее, и тому подобное. Режим ходьбы на костылях с разгрузкой нижней конечности до 6 недель. То есть, в среднем полтора месяца требуется, чтобы срослись внутренние структуры повреждённого сустава, который мы восстанавливали. Потом идёт уже постепенный ввод конечностей в нагрузку, аккуратно, дозировано, под контролем лечащего врача, и мы потихонечку выводим пациента на прежний уровень физической активности. Если мы говорим за именно реконструктивной операцией, восстановительной операцией, то к спорту можно вернуться от 6 месяцев до 12 месяцев в зависимости от объёма выполненного вмешательства. Вот если, например, мы говорим за плечевой сустав, шов сухожилия рататарной манжеты, то есть, разрыв надостной мышцы, те мышцы, которые управляют движениями в плечевом суставе, это довольно распространённая вещь. Так вот, там 6 недель ношения специального и отводящей шины, когда рука в сторону под 45 градусов, круглосуточно, чтобы дать возможность прирасти этому сухожилию. Потом 2 недели пассивной разработки в плечевом суставе, когда мы мышцы не включаем. Потом 4 недели активной разработки движений в плечевом суставе. И только потом потихонечку возврат к какой-то активности. Спорт разрешён 8-12 месяцев с момента операции. То есть, всё индивидуально и строго зависит от объёма выполненного вмешательства. Вот я вот сейчас слышал, друг у меня есть, который делал операцию, я вот сейчас не скажу уже какую, но там что-то связанное с кислотой, в общем, что-то там у него было в коленах. Вот я просто сейчас рассказываю, как я слышал. То есть, это непридуманная какая-то история. В чём там была загвоздка? Он рассказывал, что разные врачи ему какие-то разные давали рекомендации по поводу того, как вот избавляться от... Ну, как не избавляться, но избавляться от проблемы. Я, к сожалению, сейчас не повторю, что он именно там имел в виду, что у него была за проблема. И вот, опять же, ни он, ни я, ни специалисты, он говорил, что каждый раз какие-то вот... Либо другие проблемы ему называли, либо другие какие-то вот операции назначали. Да, вот, опять же, говорю тем языком, каким могу. И вопрос, который вот с этим, в принципе, возникает, когда происходит какое-то повреждение, какая-то травма, где нужна, вот, например, атероскопия. Есть ли какие-то... Как это называется? Может ли бы такая ситуация, когда это вот решается проблема разными способами? Не только, вот, например, тем старым, с которым мы с вами начали, в самом начале говорили, и вот, например, вот этим. Бывает ли, вот, во-первых, такая ситуация, что можно проблему решить разными способами? Одну и ту же. Вот, я понимаю, что я очень как-то вот размыто сказал, к сожалению, я сам не совсем понимаю, что там у него было за проблема. Ну, естественно, что... Скажу так. Проблемы бывают разные, способы лечения их тоже разные. Если мы говорим, например, о повреждении внутренних структур коленного сустава, бывает так, что не все специалисты могут понять и разобраться сразу, сходу, что происходит. Дают разные рекомендации, при этом не понимая, в чём сидит суть проблемы. Бывает так, что и у нас на приёме с первого раза не разобраться. Какие-то размытые ситуации, неясная клиническая, картина, нет убедительных данных по результатам МРТ, КТ и прочего обследования. Тогда требуется какое-то время понаблюдать за этим пациентом, дать ему наводящие вопросы, чтобы он попровоцировал каким-то образом свой сустав и прочее, прочее, и уже с течением времени разобраться. То есть, современная ортопедия – это не то, что вот пришёл, и тебе за 5 минут поставили диагноз, и всё стало ясным и понятным. Нет, бывает, нечасто, но бывает тогда, когда приходится долго наблюдать пациента, чтобы найти истину, правду, и тогда определиться реально с тактикой лечения. Кроме того, очень много пограничных ситуаций, когда вроде бы можно и прооперировать, в то же время можно попробовать полечиться консервативно, а тут ещё зависит всё от настроя самого пациента, который пришёл и говорит, зачем мне операция, дайте мне какую-нибудь таблетку, да я пойду, и всё мне будет хорошо. То есть, здесь ещё нужно смотреть на настрой самого пациента, что, собственно говоря, какие у него ожидания в данный момент времени, насколько он радикально хочет решить свой вопрос. Потому что большинство людей, они приходят с ожиданием того, что я сейчас попробую что-нибудь там поделать и прочее, прочее. И если ситуация не экстренная, не требует каких-то прям здесь и сейчас решений вопроса, ну, можно попробовать полечиться консервативно, хотя вот мы и понимаем, что рано или поздно придётся ставить вопросы об оперативном лечении. Поэтому и показания бывают, и разные рекомендации, и прочее, прочее. Я здесь, когда пациенты мне рассказывают, у кого они были, где лечились и прочее, прочее, в конце концов, они не могут определиться, к кому же всё-таки пойти и где найти правду. Я рекомендую, вы выберите себе одного доктора и идите с ним до конца. То есть, до финиша, когда будет закончено, что либо там получается лечение, либо не получается, но прыгать по разным лечебным учреждениям, пытаться искать найти какие-то разные мнения, ну, это не совсем, мне кажется, правильно. То есть, бывает такое, когда нужно долгое, условно говоря, условно долгое наблюдение за тем, чтобы понять, в чём вообще... Да, да. Бывает, надо отпустить пациента на недельку, на две, дать ему наводящие вопросы, попросить какие-то выполнить провокационные тесты и потом посмотреть, что происходит. Но это не частая ситуация. Я бы хотел дополнить, часто бывают ситуации, когда нас, пациенты, спрашивают по результатам исследования, а вот у вас врачи хорошие, ну, мне даже всегда интересно, что они хотят услышать. Естественно. Да нет плохих. Их просто нет плохих. Ситуация, когда пациент собирает несколько мнений, меня всегда интересует, а он-то потом из этих мнений как будет выбирать. Он же не специалист. Да, соответственно, ну, как я это вижу, всё-таки должен быть один, как я уже говорил, поводырь, который полностью вас уже ведёт до финишной точки. Как часто... Вот вы говорили про патологии, которые иногда наблюдаются при диагностике. Вообще, это частое явление? И есть ли такие, которые требуют вообще совершенно другой какой-то терапии? несложно. Насчёт патологии, ну, смотрите, бывают ситуации, когда мы совершенно случайно находим изменения. Например, делается МРТ малого таза, и можем увидеть на ранних стадиях асептические некрозголовки бедренной кости, хотя человек, ну, чуть-чуть беспокоит, мы с ними общаемся, ну, вроде ничего, нормально. И приходится ещё их убеждать, что нет, с этой ситуацией вам точно стоит идти к травматологу, потому что закончится всё очень печально, сустав просто развалится. Это я к тому, насколько люди требуют себя убеждать в том, что это необходимо. Нужно очень подробно объяснить, что будет дальше, иначе не происходит понимания, насколько это важно. Сейчас просто эпоха, знаете, вот этого, как... Почитаю в интернете. Да, да, то есть информационного вот этого, с одной стороны, большой распространённости вообще информации, полезной в том числе, а с другой стороны, это вот порождает такое агрессивное недоверие, да, вот одно из них было вот в ковидную, например, эпоху, яркий пример того, как, значит, вы, это всё заговор, да, то есть вот, ну, это массовое было явление, всё-таки, когда идёт какая-то, скажем так, заболевание одного, какого-то конкретного человека, чаще всего он там предполагает, вы мне хотите там навязать услуги дополнительные, да, то есть вот просто, чтобы там, где там лишние деньги, например, потратил, ну, то есть это вот частая такая вот, скажем так, претензия, да, я не знаю. Я могу сказать на этот счёт простую вещь, медицина, штука стандартизированная, и поверьте, мы двигаемся только внутри стандартов. Лучше насчёт диагностики точно, я думаю, лечение тем более. Стремимся. Ортероскопия вообще, она вот сейчас, как вот эта процедура, есть ли какие-то более инновационные наработки, я даже не знаю, то есть вот, или это вот сейчас самый топ, да, который существует? Что касается повреждений и заболеваний суставов, это самый топ. Но и внутри этого топа тоже происходит семимильными шагами постоянное развитие, совершенствуются методики в сторону упрощения и стандартизации, то есть, чтобы это было легко производимо. Постоянно происходит поиск наилучших различных материалов и техник установок якорных фиксаторов, которые ставятся внутри суставов. Постоянно проводятся различные курсы Института травматологии, ортопедии, знаменитые врачи и ортроскописты проводят обучающие семинары, которые постоянно дают возможность совершенствовать навыки, мануальные навыки, то есть, навыки выполнения техники операции в сторону ускорения ее, в сторону выполнения четких действий и без всяких лишних движений. Ну, это постоянно динамически развивающиеся. Ну, вот у технологии конкретно есть какой-то определенный предел или, наверное, нет? Потому что, ну, как вот, есть все-таки возможности организма, да, вот как вы говорили, там, сама операция около, там, трех часов, например, да, ну, предположим, да, бывают уже разные ситуации, да. Но, тем не менее, способность человеческого тела к заживлению, оно вот ограничено. То есть, я к тому, что у этой, наверное, все-таки есть какой-то потолок у этой технологии. Ну, потолок и потолка нет у техники выполнения вмешательства и использования различных фиксаций. Но скорости восстановления, реконструкции самого организма, их никто не отменял, они одинаковые везде и всегда. Но, единственное, что могу сказать, современные, например, технологии фиксации сухожилий позволяют настолько жестко и качественно сопоставить сухожилия или там пришить ее кости, прификсировать, что на текущем этапе и не требуется, как раньше, например, длительного периода иммобилизации. Ну, вот, например, яркий пример у спортсменов, да и просто у пациентов отрыв дистального сухожилия бицепса. То есть, двуглавая мышца на плече внизу заканчивается сухожилием, которое крепится к лучевой кости. И при значительных физических нагрузках или с накоплением дегенеративных изменений у спортсменов рано или поздно происходит отрыв этого сухожилия. Оно просто отлетает от кости, мышца сокращается, деформация, функция руки нарушена. Так вот, раньше, чтобы пришить это сухожилие к кости, требовалось его прошивать, сверлить какие-то каналы сквозные в кости, как-то на нитках это все завязывать, узлами вязать, гипс 6 недель и прочее, прочее. то сейчас современная фиксация позволяет зафиксировать это сухожилие с помощью таких микропуговичек из титана и рассасывающийся специальный винтик, который дает очень жесткую фиксацию и не требует им мобилизации вообще. Ну, да, у нас время, нашей передачи подошло к концу. Спасибо за нашу беседу. Михаил Алексеевич Шилкин и Анатолий Алексеевич Степанов у нас были сегодня в гостях клиника «Консультант». Ждем вас еще на эфире.